Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Камелот Джи. После того, как Минобороны России продемонстрировали пилотаж и пуск ракеты из внутрифюзеляжного отсека Су-57, В США стали интересоваться, какой именно авиационный боеприпас использовали россияне. Об этом пишет американский журнал Зеодрайв. Российское военное ведомство распространило в сети видео, на которых показаны элементы пилотажа и групповых полетов в исполнении предсерийных Су-57. При этом один из истребителей выпустил ракету класса воздух-воздух. Издание Зеодрайв отмечает, видео было опубликовано через четыре месяца после того, как российские воздушно-космические силы обзавелись новой ракетой большой дальности Р-37М. Под Су-57 специально модернизируют гиперзвуковую ракету воздух-воздух Р-37М дальнего действия до 300 км. Это мировой рекорд. И вот тогда это будет совершенное оружие. НАТОвцы уже назвали его Фрейзер, истребитель лезвия. Точнее и не скажешь. Однако габариты этого боеприпаса не позволяют разместить его под крыльевых отсеках. Для крупных ракет предусмотрены другие отделения, которые находятся между мотогондолами. Журнал «Виддрайв» предполагает, что Су-57 осуществил пуск совершенно новой ракеты малого радиуса действия Р-74 или РВВД-МД, которая разработана на базе советского боеприпаса Р-73М. На заводе «Курган-прибор» Борисову показали уникальное ракетостроительное производство. На предприятии реализовали цель, которой шли несколько лет – полный цикл производства ракет для российской оборонки. Ракеты малой дальности класса «Воздух-воздух» имеют гарантированную дальность поражения до 40 км. Сразу после визита Борисова началась отгрузка очередной партии в рамках гособоронзаказа. Не меньше интерес у военных специалистов НАТО вызывают и потайные подкрыльевые отсеки. Мало того, что нет общедоступных фотографий этих отсеков в открытом виде, так еще и не найти никакой информации о том, как они работают. Подчеркивает журнал «The Drive». Военные специалисты НАТО считают, что в Су-57 может быть реализована уникальная конструкция отделений, которая включает в себя выдвижную рельсу. С нее-то и происходит запуск боеприпаса, по их мнению. Нашим заокеанским коллегам придется крепко поломать голову над этим вопросом. А когда они додумаются, будет уже поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что… Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, в молчании хранятся тайны. Самый сладкий звук – это звук тишины. Пока. Серые камушки – это ж глазки мои. Серые камушки – это ж глазки мои. Шелковая дрова – это ж волосы мои. Шелковая дрова – это ж волосы мои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok